Знаете, что такое безответная любовь? Это когда человек сильно ждёт близкого человека в жизни. Сильно хочу быть с кем-то, не могу один уже больше жить. И когда ты сильно кого-то ждёшь и появляется по судьбе человек, ты любовь полностью перетягиваешь его всю. Ты начинаешь его любить так, что у него любви к тебе уже не может быть. Ты её всю высасываешь у него. Это всё равно, что я, допустим, давно не читал лекции и приехал, допустим, в Иерусалив, в Израиль, в Тель-Авив, читать лекции. Я приехал такой, ну слушайте меня, вам нравятся мои лекции? Нравятся? Ну слушайте, давайте. Не, мы пошли Олегу Кеннадьевичу, невыносимо. Горький мод, всё пройдёт. То есть, понимаете, когда человек сильно хочет любви, он остаётся один. И это не уберёшь из сердца. Поэтому закономерность такая, чем старше становится человек, тем больше он нуждается в любви. В молодости она часто бывает, возрастом реже. И это значит, что практически у всех с возрастом одна и та же песня. Если я кого-то люблю, он меня не любит. Если он меня любит, мне такой не нужен. Правило номер один. Если вы хотите создать семью, и у вас уже больше 35, тогда знайте, что надо согласиться на такой вариант. Меня любит какой-то человек. У меня нет к нему сильного чувства никакого, но он хороший человек. Хороший. Всё? Этого достаточно. Соглашайтесь с ним общаться, встречаться. Через некоторое время обязательно он вам понравится. Где-то года через три. Не, нормально, что это, жизнь? Что вы смеётесь? Нарываетесь на песню? Любовь бывает долгою, а жизнь ещё длинней.